И снова всем привет, мы продолжаем гуней. В прошлый раз мы, в принципе, в конец серии успели замочить духа, но он оказался достаточно слабым, на удивление, прямо-таки очень сильно на удивление, вот, и сейчас будем забирать рассветный луч, легендарный жезл должен быть здесь, но его тут нету, да? Нет, есть, смотри. Вы же только гляньте, какая красота. Даже если он старше моей мамы, в нем еще осталось много силы. Хе-хе-хе-хе. Значит, он и есть тот самый жезл. Рассветный луч. То есть у нас улучшенная волшебная палочка теперь будет, да? Вы прекрасно справились. Кто вы? Я тот, кто направляет судьбу этого мира. И да, это я переместил вас в это время. О-о-о. Че? У меня не было выбора, поскольку в вашем времени рассветный луч был утерян. Но ты его тоже держишь в свой какой-то, да? Прими мои извинения за эти действия. Знаете, вас еще ждут бестисленные испытания. Будьте тверды и смелы, а главное, всегда помните о своей цели. Пока, наконец, не достигнете ее. Я буду ждать. Он исчез. Прорыв времени. Прорыв времени, да? Значит, слухи о том, что вы из будущего, правда? Никогда не видел волшебников в масках в Гамелине, а ты, Ландрос? Нет, ни разу. Ладно, давайте возвращаться в Гамелине. Нужно отвезти принца обратно к отцу. Ага. Ты в порядке, Гаскон? Ну вот интересно, теперь что произойдет. А, кстати говоря, портальчик. Благодарствую. Да, еще как хочу. Это тут был сундук, который мы не могли взять, да? Можно было бы попытаться его взять, но если меня не перестали атаковать, товарищи. Если не перестали, то... Сейчас посмотрим. Он не отмечал... А, подожди, у нас есть заклинание. Сейчас. Нет, там не был поиск сундуков. Хотя, пока что у меня на карте. Вон аж где, охренеть. Сейчас я, знаете что, сохранюсь и попробую дойти до туда и посмотреть. Если меня кто-нибудь ближайший начнет атаковать, я скажу, уйдите в жопу и не пойду туда. Так, ну на меня напал только один зомби, все остальные упекали. Поэтому было неожиданно, на самом деле, что он решил меня... Серьезно? И нахера тогда я мучился? Ладно, знаете что, у нас есть такая штука. Не знаю, она работает или нет. Сейчас как раз и попробуем. А, вот бегство. Да? Да. Офигенно. Прямо супер. Так, ну может эти засранцы будут убегать? Раз остальные убегали, кроме зомбито. Отлично. А вы? Вы нет. Ну от нее и хрен ли убежишь, поэтому... Спину лучше не подставлять. Может саморез выпадет? Из вон робота. Буги-вуги-бей. Костяшки, конечно, отвратные здесь. Ну и молодец. Рисовая кашка. Мать нашка. Так, вот ты говно. Как ты относишься? К тому, что я вот возьму, так вот и подойду и заберу. Так, ты боишься? Отлично. Сталь. Ты забыл, да, что убегал? Нет, вспомнил. Блин, вот это говно перелетает. Так, ну кабаны изначально были психами. Нет, 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 нет. Ну хоть не спину. Да сто пудово это свиньи напали. Нет, тихо. Вот это давай. Может, помню, долбанутый какой-то был на всю голову. Так. Благодарю. Забивайте кабана, блин. Тихо. Хотя прикольно было бы кому-нибудь еще выбрать, посмотреть. Например, плитон, как он делает. Как с боссом нравится, так не нравится, то херня не выпадет. Так. Вот тут еще скелетроны. Не хочется с ними связываться. Как бы тебе так обойти? Давайте, да, вот в ту сторону пойдешь, и там и останешься. Отлично. Так. Тут. А, ну ты боязливый, отлично. Берцовая кость. Кстати, ну это тоже для чего-то там нужна была. Свиньи, похоже, что-то выкапывают. Все-таки. Значит, что у них там блестит? Так. Ну вот здесь мимо свиньи пробежим. Скелет нас, возможно, не тронет. Ну отлично. Так, что-то сейчас будет. Прошу прощения, но здесь я вынужден с вами попрощаться. Наши пути расходятся. Что? О чем ты говоришь? Разве ты не идешь с нами в Гамелин? Нет, назад я не пойду. Мне пришли другое путешествие. Мое собственное. Собственное путешествие? Хочешь сказать, ты сбегаешь из дома? Эй, береги себя. Хорошо? Вот, возьми. Значит, он просто уйдет. Значит, он на 15 лет старше действительно и есть. Этот меч дал мне отец, но владеть им должен ты. Этот меч достойный мудреца, такого, каким однажды станешь ты. Ну не плачь. И не бойся, если ты окажешься в беде, я приду и помогу тебе, обещаю. Где бы ты ни был, неважно. Хоть за тридевять земель, если тебе нужна будет помощь, я приду. Где бы ты... Где бы я ни был? Да, обещаю, но для того, чтобы выполнить это обещание, мне предстоит многому научиться. Как отец всегда говорил, мне нужно найти подходящее занятие. Мой собственный способ послужить империи. Я должен найти свои сильные стороны. Например, воровство, да. Ну ясно, сразу видно сын императора. Я не подведу его, я не хочу, чтобы во мне разочаровались. Хорошо, только возвращайся поскорей, хорошо? Я буду ждать тебя. Договорились, Ландерс, однажды мы снова встретимся, вот увидишь. Надеюсь, у тебя и твоих друзей все будет хорошо, Оливер. И вы вернетесь обратно в свое время. Спасибо, принц Гаскон, я тоже надеюсь, что мы еще встретимся. Я думаю, вы можете больше не назвать меня принцем. Что ж, прощайте. Эй, подожди. Ты уверен на своем решении, Гаскон? Я так решил. Мне лучше приглядывать за Ландерсом издалека, наблюдать, как он станет мудрецом. И я не меняю свое решение. Вот таков Гаскон. Каков Гаскон? Ладно, кажется, ты уверен в том, что делаешь. Но я отказываюсь прощаться. Давай лучше скажем, до встречи. Ха, хорошо. До встречи. В будущем. В твоем времени. Тогда пока. А когда он тогда скажет, типа, я сразу вас не узнал. И все такое, береги себя, Гаскон. Ох, какой же упрямый мальчишка. Ладно, Оливер, пойдем. Давай вернемся в наше время. Конечно. Трагедия. Гаскон больше с нами не путешествует. Он был таким незаменимым товарищем. Тихо! Свинью-то в нас зачем исполнить? А, хорошо. Так. Да, вообще, как бы, если будет казиношка, можно вообще быть не запариваться с созданием вещей на продажу. Так. Не помню, у нас кроме подружки никого лишнего нету, да? Ну, вроде все. А можно как-нибудь, не знаю, уменьшить стоимость маны? Не маны, а заклинания. А, кстати, я здесь могу применить бегство? Странно. Хе-хе-хе. А было бы прикольно. Да нет, не ту кнопку. Что-то привык прыжок, что на другую кнопку. Сейчас мы что сделаем? Мы пойдем купим кремниевый кинжал и создадим вещь. Посмотрим, насколько оно выгодно будет. Может, хотя бы чуточку сейчас денег получим. Если у него, конечно, оно есть, а у него, мне кажется, оно не будет. Это чуть ли не в первом городе надо идти смотреть. Крушитель башен. Ну, окей. Солдатский меч, кстати, для чего-то может пригодиться. Мусовые не давать, она будет. Так. Бегать немного, конечно. Нам еще и солнышко, если помните, приручать. Ну, я, наверное, между сериями как-нибудь займусь, когда нас выпустят. Музыку сохранения и загрузки решили здесь включить. Кстати, свиньи-то тут изначально были. Каньон какие-то милахи прям тут. Опаньки. А он тут типа того, да? Ох, император. Вашу величеству. Малтец. Но почему? Что здесь произошло? Шадар. Шадар? Да, он был здесь. Он пришел, чтобы потребовать нашей безоговорочной капитуляции. Че? Но пусть все знают. Что я отказался. Я не склонился перед этой тварью. Нет, не надо. Не пытайтесь говорить. Гаскон. А? Сын мой. Мой любимый сын. Че? Ты правда думал, я не пойму? Ты... Твоя внешность изменилась. Но я всегда узнаю о своей плоти крови. Что скрывает в себе будущее. Тайна для всех. Поэтому тебя не казнило раньше времени. Но я знаю. Знаю, что вместе и ты, Иландрос, сможете. Я вас верю. Защищайте империю. Сейчас. И в будущем. Ну а сам казино, блин. При семерке скоро построят. И знаешь, защищая империю. На кладбище при том. Ну, чтобы кто слишком... Отец? Нет. Отец. Пожалуйста. Тот, кто слишком быстро разбогатей, чтобы сразу на там же кладбище и похоронить. Я смог снова с тобой встретиться. Ну как же так? Я просто хотел. Хотел, чтобы ты гордился мною. Давай, разряд электрошока. Ну как несправедливо, проклятие. Свею. Несколько дней спустя. Интересно, что там Свеин так долго? Поверьте, могу, что он и есть, Гаскон. Наследник всего Гамелина. Ага, я просто офонарел, когда услышал. Наверное, он не хотел, чтобы мы узнали. Видимо, так. Теперь, когда мы знаем, что он принц, все будет по-другому. Я сделаю вид, что ничего не знаю. Я тоже. Если только Свеин сам не захочет поговорить об этом, ни слова не скажу. О, обо мне можете не переживать. Я уже обо всем позабыл. Не смог бы и ничего вспомнить, даже если бы захотел. Забывчивость – мое лучшее качество. Простите, что заставил вас ждать. Свеин, думаю, нам пора, но сначала мне нужно попрощаться с Ландросом. Конечно. Значит, сегодня вы уходите, да? Да, ваше высочество. Спасибо вам за все. Нет-нет, это мне нужно поблагодарить вас. Благодаря вам я смог стать наследником и скоро официально наследую титул. Ты странно заговорил, пацан. Ага, не сомневаюсь, народ Гамелина будет этому рад. Или бы там, знаете, типа, за те два дня много чего могло произойти, и они ему, типа, ну, пацану же, молодец, он хороший маг, он станет этим хорошим правителем. Все, точно, точно не будем, не будем его свергать по малолетству. Мы не сделаем из него тут Танхамон, или как бы там. Кто там не успел вступить на престол, его уже тут же в мумию закатали. Я покажу ему, что не нужно бояться Шадара. Я не позволю ему победить нас. Ведь я хочу, чтобы Гаскон смог вернуться в Гамелин, когда пожелает. А значит, ты должен защищать империю до этого момента. И с тебя выйдет замечательный император Ландрос. Гаскон бы тобой гордился. Надеюсь, он всегда в меня верил. Я никогда не перестану верить, что он вернется. Посмотри на медальону, Али. Он весь сияет, парень. Ты же не думаешь, да, что мы у него сейчас все премы, а потом он дадим. В долг. Так и есть, должен быть Вера Ландросов, своего брата, по-настоящему сильна. Простите, я, ваше высочество, кое-кто нуждающийся в вашей помощи. Кто-то, кому очень нужна часть силы вашего сердца. Ну, кстати, хоть не надо было его находить в мире Оле, уже нормально. Моего сердца, о каком ты говоришь? Ну, о вас, ваше величество, я имею в виду из будущего. В наше время вы утратили одну свою добродетель. Будущий я? Да, и мы хотим, чтобы вы поделились своей верой с ним, чтобы он смог излечиться моей верой. Хорошо, я не могу же отказать самому себе из будущего в добродетели. Ну, сделали бы на автомате, что вы, в самом деле. Это в смысле? Ох, гениально, блин. Благородная непоколевимая уверенность. Бену. Ясно? Большое спасибо, ваше высочество. Те стоит благодарность. Теперь, пожалуйста, передайте эту веру мне из будущего. Но прежде чем уйти, Свейн? Да. Ты когда вернешься в свое время, прошу, передай привет моему брату в будущем. Обязательно ваше высочество. А то ты, типа, не догнал, да? Ладненько, отправляйся назад в будущее. Ты же знаешь, какое заклинать для этого нужно, да, Оле? Прорыв времени, помнишь? Конечно, вперед, ребята, в будущее. Тогда, блин, вопрос, как он будет мамку. Свою оживлять и остается скрытым. Притом ноль стоит. Я бы сделал бы сто ман тогда бы к этому времени. Давайте всем вместе. Сегодня, завтра и вчера. В другое время нам пора. Сколько уж ему лет, блин, тогда получается? В районе 25, что ли? Оливер исчез. Они все исчезли. У нас получилось? Разве мы не остались там же? Ничего подобного. Это невозможно. Когда заклинание срабатывает, как должно, я это чувствую. Мы вернулись в свое время, не сомневайтесь. Ага, тут все несколько отличается. Сын. Мы вернулись. Вот что важно. Так что не пора ли нам кое-кому помочь? И правда, пойдем, Оливер, нужно найти Ландрос. Конечно, давайте вернем ему веру. И что его искать? Он прямо пошел и все. Убирайте отсюда, вон, прочь, прочь. Бедняга до сих пор опустошенная, это точно тень себя прежнего. Ему нужна порция веры как можно скорее. Прикуси свой бесовенный свистный язык, эльф. Мой отец погиб 15 лет назад. Не смею утверждать, что тебе известна его воля. Так вся эта заваруха случилась 15 лет назад, да? И бедняга, с тех пор ты был совсем один, это печально. Ваше Величество, он принадлежал. Понятно, да. Давай фиолетовую веру. А я думал, фиолетово должно быть тогда. Все фиолетово. Кирак. О, что это такое? Это сияние. Что происходит? Что это за тепло в моей груди? Что со мной было? Все это время я словно бродил в подемках. Это все из-за Шадара, Ваше Величество. Он забрал веру из вашего сердца. Из моего сердца, мою веру. Подождите, я чувствую, снова верю в людей. Я хочу верить в людей. Как давно этого не ощущал. Значит ли это? Значит ли это, что вы спасли меня? Ведь это вы вернули мне способность верить. Да, Ваше Величество, я же обещал, не так ли? Обещал, что вернусь и помогу тебе, если ты будешь нуждаться в помощи, где бы ты ни был. Не важно, хоть сотридевить земель. Где бы я? Вот оно что. Ха-ха, теперь я понял. Ты вернулся, я знал, что так и будет. Спасибо. Не благодарите, Ваше Величество. Ваше Величество, нам нужна помощь. Мы хотим, чтобы вы помогли победить Шадара. Что ты сказал? Ты собираешься свратиться с Шадаром? Но это же крайне безрассудно. Я великий мудрец, но Шадару все равно удалось добраться до моего сердца и безнаказанно похитить одну из моих добродетелей. Но потом меня спасли, как мой брат и обещал. Хорошо, я помогу вам. Вместе мы одолеем темного джина Дни Шадара сочтены. Это точно. Большое спасибо, Ваше Величество. Я знал, что вы нас не подведете. Ха, вот поэтому ты настоящий император Ландрос. Бай мне кучу прикольных заклинаний. Так, так. Что же нам теперь делать? Похоже, спаситель все же умел... Смел получить рассветный луч. И все потому ему удалось... И потом ему как-то удалось вернуться в свое время. Мне казалось, что это далеко за пределами его вскудных возможностей. Действительно. Кстати, такой же чувак где-то и был. Прорыв времени смертельный... Смертный может исходить только раз в жизни, не так ли? Создается впечатление, что кто-то снова оказал ему садистин. И что этот благодетель обладает немалой силой. Кто-то из вас, короче. Силой сравниваясь с нашей. Это предполагаемый помощник, явно не дилетант в магических искусствах. Похоже на силу древнего короля, без которого в наших жезлах не было бы. Жезлов. Да, я говорю о своем. Но это было бы по-настоящему пугающее предположение, если такой, как он, решил бы... Не бойтесь. Если возникнет необходимость, я сама приму меры. Ваше сядельство, вы хотите сказать что? Да, ему не удалить меня. И вот почему... Хорюсь. Да? Нет? Какой же все-таки неофигенный плащ. Так, ладно, послушайте. Чтобы победить Шадара, сначала мы должны преодолеть его защиту. Темного джина защищает магический барьер, известный под названием Черная Прекрада. Черная Прекрада? Ты так сказал, как будто бы это самое... Знаешь про него. Да, очень неприятный магический барьер, через который не может проникнуть ни одно заклинание. Ни Рашаду, ни Алисе не удалось его преодолеть, потому Шадару удалось победить их. А когда остальные великие мудрецы оказались повержены, он сумел влезть глубоко в мое сердце и похитить добродетель. Но сейчас, Ландерс, ой, я хотел вас сказать, ваше величество. Да ладно тебе, Эстер. Мы же однажды, еще когда я был ребенком, сражались вместе. Нет необходимости использовать мой титул. Это касается всех вас. Хорошо, ваше величество. Ой, не волнуйся, Ольгер. Уверен, ты прюкнешь. Как бы я хотел справиться с вами еще в одном путешествии, в котором мы могли становиться еще сильнее. Насколько сильнее, чтобы победить Шадара. Но моя первостепенная задача сейчас защиты империи. К тому же мне нужно исправить те многочисленные ошибки, что я совершил, пока был упустошен. Я успокаиваю себя мыслью о том, что теперь ты обладаешь жезлом, который позволит тебе победить Шадара без моей помощи, Ольгер. Рассветный луч когда-то принадлежал королю-магу. Утверждалось, что жезл обладает силой, способной преодолевать любые черы. Это наверняка касается и черной преграды, защищающей Шадара. К сожалению, тот жезл, что ты добыл, не обладает полной силой. Что? Как это? О чем ты говоришь? Если носила рассветного луча, непостижима для большинства волшебников. И вон ту часть, короче, надо будет на том острове еще отдельно, я так понимаю, добывать. Помните, нас туда не пускали? Она так велика, что древний король создал жезл и решил разделить ее между тремя волшебными камнями. А, мы будем камни туда впихивать. После чего камни были спрятаны вдали от самого жезла. Значит, там нужно найти их, правильно? Да, но тут я должен принести вам свои извинения. Что? Почему? Что случилось? Карта, на которой указывать место нахождения трех камней, хранилась у меня, но я боюсь, она была похищена. Похищена? Должен признать, что пока я был опустошенным, я весьма небрежно относился к хранящимся во дворце закровищам. Книги и карты частенько пропадали. К моему стыду я даже был свидетелем нескольких таких краж и ничего не сделал. Ничего удивительного, мне тоже мало до чего было дело в то время, пока я был опустошенным. Да, не было печали. Если вор, стащивший карту, с ее помощью найдет камни, что, по-твоему, он будет с ними делать? А, ничего. Не знаю. Что я знаю, так это личность вора. Его зовут Хабил... Хабил... Хубилай. Он называется королем небесных пиратов. Ну, теперь к пиратам пойдем. С кем в будущем мы организуем, на самом деле, целое королевство. Но этот спойлер. Это вторая часть. Хабилай, ну... Почему именно он? Так я знал, что с вами двумя не соскучишься. Ладно, вряд ли ты... Вряд ли ты знаешь, где его искать, да? В этом проблема с небесными пиратами. Никогда не знаешь, где они. Они все время перемещаются с одного тайного убежья к другому. На своих здоровенных воздушных судах. Как бы то ни было, найти Хабилай, это самый простой способ раздобыть три волшебных камня. Правда, очень маловероятно, что он согласится сотрудничать добровольно. Давай-ка я бы чуть-чуть несколько заклинаний, Ольвер. А, не знаю, огненный паяльник, например, очень пригодился бы в данном случае для уговора. Оберег. Слияние. Ну... Можно подарить любую девушку, да? Ясновидение. Давай телепортим. Во время поиска Хабилай вам придется немало путешествовать, поэтому позволю мне дать еще одно заклинание. Да, да, еще раз, да. О, ем. И что наделает ваша Вэу Халандрос? Ну, мгновенно перемещает тебя в любое место, которое ты уже посещал. И хотя я не могу сопровождать вас в вашем путешествии, я хотя бы по крайней мере могу сделать его более комфортабельным. Это же замечательно. Теперь мы можем навещать тебя, когда заходим в Ландрос. Ха, действительно. Обязательно посетите эти места, где вы уже были, чтобы узнать, не изменилось ли что-нибудь там. Например, если вернетесь в храм испытаний, сможете принять участие в чемпионате с Алисея. Проводимые моим прежним учителем Соломона. Ого, я почти забыла Соломоне в храме испытаний. Но самое главное, сейчас выяснить местохождение Хубилая, короля небесных пиратов. Пойдем, Оливер, нас ждет следующая глава путешествия. Да, вперед. Фу, как много читанья. И тут телепорт есть на выход. Шикарно. Еще как. Сейчас займемся, я думаю, квестами тогда. Так. Так не показано. Ладно. Ой, тут еще один телепорт, вы серьезно? Всегда бы так. Нет, подожди, сейчас я посмотрю. Так, так. И там кто-то новенький, и там он есть новенький. Давайте-ка испытаем наше путешествие в Каталанию. Там, по-моему, я видел как раз таки кремниевый клинок. Ох, теперь жить станет как-то попроще. Перво-наперво пойдемте и возьмем те водички тут. Потому что не факт, что нам водичку можно будет покупать. Или уже покупать готовый кофе. Тем более, если видите, 70. Я могу, допустим, выпить маны за раз, да? На данный момент это самое большое. Из доступного. 12 это уже мощная магия. То есть 6 раз применил, даже 5 раз применил и все. Привет, братцы-котейки. Так, вот у тебя тут что-то у кого-то. Хранить тайну, что ты тут делаешь. Секрет. Бедного барана? Доброта, видимо, да? Так, замери. Сейчас от сердца как оторвем. А, кстати, так листать можно, кто бы знал. Не вниз, а вбок нажимаешь. Чпок. Чпок. Дар теплоты синего цвета. Давай аккуратнее со своими баранами. Бараны такие они. Теперь, кстати, мы можем сюда в Каталанию телепортироваться, чтобы здесь спать. Ну-ка, с котейками-то спать приятнее. в том плане, что они там под боком мурлычуты. Не то, что вы там могли подумать. Кто вас знает. Да-да-да, давай посмотрим. Достаренный кол. Бе. Бе. То есть, не здесь, да, вы хотите сказать? Так, что у нас тут еще есть? Больше ничего. Путешествие в Аль-Мумун. Поехали тогда. На данный момент это самая офигенная магия. Это тоже, кстати, водичка, по-моему, да? Я могу телепортироваться так вот туда-сюда и в воду просто фармить таким образом. И тебе-ка ничего так, ты у нас что? Сдерживать, отлично, давай. Ясно. Сдержанности у нас тут куча. Так, вот туда можно кому-то что-то дать и там еще один есть. Так, давай, Каркарыч, вначале зайдем к нашему Сми-шарику. Сми-шарик, покажи, что у тебя есть. Так, костяной крепневый кинжал, вот, 240. и теперь мы серб где-нибудь найти, значит, еще нигде не видел. Так, саморез мы не находили, когтисты как стед, кстати. Грубые когти и прочная берцовая кость. Тут серб мы не будем пока трогать, уголек. Так, давайте в первую очередь посмотрим, насколько он мощный. Теневой нож, вот это, да? 10, 10, ну, 20-очка. Это у тебя 28. Ну, да. Ну, тут, кстати, это доедет, неткость повышается. Черный клинок 35, это 20, ну, да, не годится. Хорошо. Что ты нам можешь предложить за эту какую? Ну, кстати, так, сколько у меня этих теней стекел? Так, 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 так. Сейчас вспомню не только, где оно. 8. 8, значит, хорошо. хотя бы чутка, но мы разживемся. смотрите, тени стекла, короче, можно за сотню продавать. еще чуть-чуть и можно продать. вот, костяной меч. Можно продать. Это ингредиент, старый меч. Можно продать. Копье слабенькое можно продать. Кремниевое копье тоже. Пылающий клинок 15 маловато. Свечка рез тоже самое. Так, ингредиент оставляем. Веганского нарывала. Тут, тут, тут. А сколько у меня их? Блин, а я их, наверное, продал, а он используется. У кого-то возможно даже их. Так, ладно, это пока оставим. Я кого-то, похоже, лишил оружки. Нет, смотрите, все с ними. Возможно, я на один больше просто купил. Ну, по-моему, офигенно. Сколько мы денег заработали? 21 тысяча. Не дурственная считаю. Мужик только пошел. о, еще один что-ли. Веры, 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 да, давай, сейчас идти. но у меня веры больше по-моему нету. Возможно, есть у того чувака там дальше. Но такие мелкие квесты, возможно, я, наверное, сейчас понаделу между сериями, будет ништяк. Оно вам не слишком интересно, мне кажется. все. Так Не особо не вникал, что мне там Хочет этот замочить монстр Бесстрашие, это смелость, типа да, храбрость Да, вот ты переоценил тебя, это ты правильно понял Так Это в принципе и все Не хочешь по хамаму это самое встретиться Ну он может быть фармит эту самую таким образом Добродетель, может она ему тоже нужна для чего-то Поэтому и не убивает Так Ладно, давайте я займусь там Поймаю цветочек, поймаю то Ну да, точнее солнышко это И на этом мы на сегодня закончим Потому что я буду сейчас мелкими квестами заниматься Это, вы помните, не слишком интересно Да и как бы серии уже вполне хватит На этом все Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь С вами был Олег Страга Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok